Уссурийские боксеры год начали с интенсивных тренировок. Сейчас спортсмены в зале каждый день, утром и вечером. Парни проходят учебно-тренировочные сборы перед поездкой на краевые и дальневосточные соревнования. Завоевать себе путевки на турниры в центральной части страны уссурийцам стоит огромного труда. Дальний Восток, он немножко, наверное, все-таки сам по себе одинаковый, да, уровень боксеров одинаковый. А вот уже дальше, на Пенис России, туда выезжаем, конечно, видно, что у нас немного не хватает практики, какой-то уверенности, потому что они приезжают, наши пацаны, сначала приезжают немножко такие подзажатенькие все, потому что, ну, те, кто живут на Западе, у них, конечно, возможности для участия в соревнованиях больше, чем у нас. В прошлом сезоне Сергей Ранев стал победителем мастерского турнира памяти Сахарова. Норматив мастера спорта выполнен. Сергей также дебютировал в профессиональных боях, где записал первую победу в свой рекорд. Также на этом поприще себя попробовал еще один воспитанник – уссурийской школы бокса Роман Беширов. Тем временем его товарищи по команде выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Звания получили Данил Воротенцев, Дмитрий Фичун, Павел Халиман, Роман Сидоров и Сергей Пешеходько. Эти ребята, они уже занимаются не первый год, то есть они уже для себя сделали выбор в сторону спорта, поэтому, в принципе, им какой-то особенной мотивации уже не надо. Они уже прошли много соревнований, уже у них за плечами там по 50 боев, по 60, поэтому для них, в принципе, выбор уже простой. В боксерской семье растет достойная смена. Тренировки посещают даже малыши 6-7 лет, но в основном в бокс приходят дети в 9 лет. Специализированные залы открыты на стадионе «Патриот» в Доме офицеров Российской армии и на проспекте Блюхера-15, а замбокса детей учат опытные мастера. Евгений Живила, мастер спорта Советского Союза, Виктор Сумароков, мастер спорта Советского Союза. Ну и почему я оставил напоследок Анатолий Махненко, ему исполнилось сегодня 70 лет. Помимо того, что у нас есть тренеры, у нас есть спортзалы, есть боксеры, но у нас в нашей команде есть еще и судьи. Два судьи, которые постоянно с нами ездят, это два судьи всероссийской категории, это Владимир Левченко и Валерий Черненко. У нас сложились нормальные, я считаю, хорошие рабочие отношения между комитетом по физкультуре и спорта, федерацией и детской спортивной школой. Воспитанники Уссурийской федерации бокса и детской юношеской спортивной школы готовятся в первых числах февраля выступить на первенстве Дальнего Востока в Биробиджане. Юниорский отбор на российские состязания пройдет на Сахалине в марте. Лучшие бойцы смогут поехать на спартакиаду учащихся в Краснодар. В планах спортсменов также представить Уссурийск на престижном международном турнире в Комсомольске на Амуре и поехать на первенство страны по боксу в Анапу.